Человек на протяжении своей истории всегда стремился найти истину. Ну а сегодняшняя российская действительность это поиск, так скажем, халявы. Только чтобы дешево и недорого, еще и надолго и качественно. Бывает ли такое? Особенно смешно наблюдать, когда этим занимаются серьезные дядьки, которые ездят на крутых джипах, а потом экономят и считают каждую копейку. Но это опять же специфика России. И даже такие серьезные дядьки, поимев неприятности с лобовым стеклом, едут непонятно куда и пытаются его там вклеить. Что из этого получается и как не допустить таких специфических ошибок? Об этом мы сегодня пообщаемся с директором фирмы Автостеклоу Альберто. Сведения о том, что жестяная пивная банка и автомобиль это одно и то же, докатывают до автовладельца псевдотанка только после того, как тот, ну крутой такой навороченный, хлопнется в ДТП. И для самых уверовавших в собственную безопасность, типа у меня есть аэрбэки, скажем. На отдельных агрегатах они срабатывают и после столкновения с пеньком. Если в первом случае лобовое стекло остается иногда целым, то во втором опаньки нет. И, конечно, заменив недорогие от 400-1500 долларов, в зависимости от навороченности торпедо-модулей, вы можете сэкономить на лобовом стекле, а еще и вклеить его на халяву или сами. И с большой вероятностью через месяц-два вас порадует и свист воздушного потока, и чистые капли дождя на внутренней стороне лобового стекла. А самое приятное, вас ждет при резком закрытии всех дверей и крышке багажника кузова хэтчбэк. Такому трюку Копперфильд позавидует точно. Вы вроде специалисты по установке, но приходится ли переделывать чужие косяки? Да, я хочу рассказать сегодня о случаях, часто встречающихся, которые у нас. Люди обращаются по поводу замены стекла в всевозможные гаражи и такие сервисы, которые конкретно не занимаются установкой стекла. И те, видимо, за небольшую плату устанавливают стекла. Примерно характерная неисправность. Вот я показывал сегодня, машина пришла десятку. Это цена ремонта, дешевого ремонта, который сделан неизвестно где. Ну и люди попадают, конечно, на сумму такую, что на съем стекла и на установку. Если российская модель, она вроде как недорогая, а вот иномарка, получается, на замену молдинга еще, это стоит тоже денег. Вы как специалист, что можете посоветовать? А точнее, советовать не надо, понятно, что надо к вам приезжать. Но вот люди чем работают? Всякими герметиками. Ну, есть различные приспособления. Чем вы работаете? Мы работаем специальным инструментом, который предназначен для установки и для вырезки стекол. Фирма – это эквалайзер, одна из хороших фирм. Ножи специальные применяют для вырезки стекол. Мемо-ножи всевозможные, струны разных сечений. И, естественно, наличие молдингов на все, практически на всей иномарке. Ну, вот я такой веселый, крутой, посмотрел, что вот успешно идут дела. В павильоне автостеклового Альберта по телевизору появляемся. Наверное, все нормально. Пойду в магазин, куплю инструментарий. Что я не куплю никогда? Вы не купите опыт. Опыт нужен, большой опыт. Я, например, занимаюсь уже 12 лет стеклом, и каждый день новая машина, новые технологии. По-своему надо выдумывать. И опыт – сын ошибок трудных. Были ли, честно говоря, ошибки? Ну, и как вы их устраняли? Да, у меня бывают ошибки. Ну, как бывает? Бывают даже не по нашей вине. Вот самое характерное, значит, клей. Клей для вклейки стекол. Мы по внешнему виду можем сейчас определить, хорошего качества или плохого. А был такой момент, не дали некачественный праймер, вклеивали буквально целый месяц этим компонентом, и в итоге мы буквально переделали около 100 машин. Бесплатно, потому что у нас гарантия на год. Гарантии мы обязаны. Даже пускай два года пройдет, все равно я буду переделывать. Я не хочу, чтобы на мое имя какое-то пятно ложилось. И все-таки мы немножко и развлекательная программа. Давайте расскажем, что получается у горе водителей, если они вклеивают, ну, или стекла устанавливают непонятно где. Я бы не сказал, чтобы устанавливать где-то. Был такой момент, подъезжает ко мне водитель, говорит, замените заднее стекло на 99-й модели. Это было зимой. Я спрашиваю, а где стекло? Он говорит, стекла нету. А уплотнитель где-то тоже нету. А куда делся? Еду, говорит, в сторону Челябинска на скорости. Чего-то стало холодно, оглянулся назад, стекла как не бывало. Вот есть такая неисправность, небольшая неисправность, недоработка завода, что заднее стекло в 99-х, а одно стекло из 20-ти можно улететь. Если у вас какие-то вопросы есть по 99-й модели, подъезжайте, мы вам подскажем, посоветуем, может даже подправим. Есть такая неисправность. Вот такая вот она интересная ситуация, в которую попал водитель той самой пресловутой 99-ки. И вы думаете, такие вещи не случаются? Да случаются всегда и постоянно. А русский человек, ну ему свойственно наступать на свои же грабли дважды и не учиться на собственных ошибках. Но мы стараемся вас научить уму-разуму и обращаться только к профессионалам, которые работают здесь.